Привет, 11.11.2022. Нахожусь в аэропорту Венеции. Перелёт. Дома стояли уже все псиопы. Когда я выходила, закрывала дверь при вылете, уже псиопы все были на коридоре. Они должны присутствовать. Украинская проданная также была. Этот был Сардо, мужик, главный террорист дома. И украинка, которые они оба присутствовали. Тёрлись в проходе, пока я дверь закрывала и заклеивала. Вот. Дальше был, что было? В аэропорту был контроль немеренный. Сначала 10 раз меня пропустили через эту рамку. Потом только сказали снять сапоги, которые звенели. Вот. Потом я уже уходила. Сказали, ножницы нашли, вы вернитесь, отдайте ножницы. Я забыла про них совершенно. Можете отдать там в магазинчике, в аэропорту ножницы и вернуться. Ну, опять будет контроль. Ну, я отдала ножницы, они хорошие были. Отдала ножницы в магазин, вернулась, опять контроль, опять по полной. Опять что-то звенело, когда уже проходило, опять пришёл полицейский. Давайте ещё раз проверим багаж. Опять проверим багаж, опять меня через рамку. Короче, безумное количество облучений через рамку получила. Вот это меня, по-моему, лучевую болезнь организовывают. Потому что то рентген мне пропустили 17 раз, то через рамку меня пропустили раз 10 в этот раз в Сардынию. Вот, потом я уже, да, потом пропустили вещи все, взял документы, ещё ушёл с моими документами. Вот, и по прилёте сюда, в Венецию, здесь мне надо ночевать в этом аэропорту, потому что сегодня утром вылет, уже сегодня, это было вчера, сегодня вылет с Венеции. И вчера вечером просто вот так вот бегали вокруг меня штук 10, наверное. Румын один, подальше пробегут, да. Потом на обратном пути уже бегут под носом у меня. То есть, наверное, подальше у них не получалось выстрелить, а под носом у них получалось. Под носом пробегали у меня рядышком-рядышком обязательно проходили. Вот, выстреливают с автобусов, с обыкновенных рейсовые автобусы, которые городские, да, через фары. И когда приходишь, около первой двери идёт выстрел. Это я засекла, это я сняла, у меня эта подсветка была, видно было с подсветкой на видео. Но это видео у меня исчезло, потёрли с телефона. Когда я проходила, выходишь из третьей двери и идёшь по тротуару, да, автобус ещё стоит, и он стреляет, и с первой двери он стреляет. И в твою сторону я видела огромный уши красный луч света, который стреляет. Короче, стреляют через, обстреливают пострадавших через фары и близко около двери. Я думаю, что и сзади, потому что как-то было ожидание меня, когда я пройду и сзади автобуса, вот так вот со задней стороны. По-моему, и сзади возможно это стрелять. Вот, я просто это не засняла, поэтому я не могу подтвердить, что я это видела. Но, по-моему, так как ожидал автобус, неизвестно чего, именно когда я пройду сзади автобуса, поэтому, по-моему, и сзади автобуса стреляют. Ну вот, такие дела. В путешествие еду, так что будьте бдительны. И от облучения, от лучевой болезни, сейчас буду проводить, есть рецепт от Людочки Пачко. В ее книгах, значит, сосновая хвоя свежая, каждый день свежая, вы настригаете ее. Там 5-6 ложек столовых, настриженных. Корень солодки, шиповник и луковая шелуха. Это настой делаете и пьете день, по 2 литра в день пьете. Но много пить надо, 40-60 дней. Поэтому очень долго. В рецепте у нее 40 дней, но я как-то померила по себе, мне надо было 60 дней пить. Мне только за 60 дней очистилось. Это было очень давно, я проводила этот курс очень давно. Вот. Сейчас еду, кстати, в Беларусь, у меня там елка рядышком есть. Надо будет воспользоваться моментом, потому что ель там есть чистое. Все, всем привет.